Всем привет! Сегодня мы познакомимся с очередной подборкой ваших роликов и продолжим уроки видеомонтажа. А те, кто досмотрит выпуск до конца, смогут почувствовать ритм войны. С вами Андрей и это программа «По машинам». А начнем с ГАД по хорошо знакомому всем танку. Мощь, урон и геноцид слабых. КВ-2! Автор гайда, как и все мы, высоко ценит красоту и изящество форм КВ-2, но не забывает и о других интересных фактах. А в частности, вспоминает, как менялся тяж от обновления к обновлению. Вообще, у КВ-2 очень богатая игровая история. Он когда-то был тяжелым танком пятого уровня, который когда-то балансило к девяткам. Назывался он просто КВ, и вообще тогда игра была совсем не такой, нежели сейчас. КВ-2 имеет одно очевидное достоинство. И по сути, весь гайд именно об этом. О пушке. Пушка. О да. 152 мм М10. Я играю только с ней. Хотя и у нее довольно противоречивые характеристики. Все дело в том, что когда-то, еще несколько патчей назад, КВ-2 дико гнул с кумулятивами. Как и Шерман, как и другие танки пятого уровня. То есть у него пробитие было аж 200 кумулятивам. И такие извращенцы, как я, естественно, любили так играть. В итоге мы имеем толковое руководство по довольно любопытному танку. Ну и традиционная демонстрация возможностей машины в боевых условиях ничем особо не примечательна, но отлично показывает все то, о чем говорилось в первой части гайда. Итак, исполнение 9 из 10. Содержание 8 из 10. Изящество выбранной техники 10 из 10. Если посмотреть следующее видео без звука, то оно покажется совершенно непримечательным. Дело в том, что вся соль ролика в комментаторе. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы ведем наш не шибко прямой репортаж с карты Эрленберг у нормального, не фонящего микрофона Виктор Усипусев. Казалось бы, обычный бой. Обычный ИС-3 и его очень талантливая команда. Но смотреть интересно. Просто озвучка настолько хороша, что даже и добавить нечего. Давайте просто послушаем. Из самого начала боя мы видим, насколько слаженно действуют сегодня зеленые. Союзный КВ-1С сразу начинает прикрывать своей броней нашего героя. В такие моменты работники варгейминга страшно сожалеют, что можно апнуть технику, но нельзя апнуть игроков. Когда вроде бы хорошо стреляешь, бережешь очки прочности, включаешь мозг, но это все замечают твои союзники и дружно выходят из боя, как бы разрешая тебе нагнуть всех красных в одно лицо. В такие минуты татуировка Сталина на моей груди начинает бить морду татуировки Хрущева на моем животе. Главный герой ИС-3, к сожалению, так и не смог победить 29 соперников. Так что сам бой получился не столь захватывающим. То есть, если к чему и придираться, то только к выбору не самого лучшего реплея. А в остальном все просто, замечательно. Итак, исполнение 10 из 10. Содержание 8 из 10. Уровень комментаторского мастерства 10 губерниевых из 10. А теперь давайте разберемся с гайдом по батчату 155-58. В структуре ролика нет ничего необычного. Сначала разбор ТТХ и комплектации танка, а затем демонстрация возможностей в бою. Конечно же, вот он плюс. Я зарядился, и появились цели, и ордобат приходит в действие. Делаю выстрел по 183-му, завожу чуть-чуть за него, потому что здесь все на горке. Делаю выстрел опять по 183-му, но уже попадаю в ИСА, который стоял перед ним. Помимо общих рассуждений о роли арты в сражении, гайд-отдел дает зрителю еще и наглядные примеры сильных и слабых сторон танка. И еще у нашей артиллерии есть небольшой минус. Да, плюс в том, что у меня 4 снаряда. Ну какой дамаг? Вы видели? Я сделал 4 выстрела. Конечно же, мне повезло, что все эти 4 выстрела, они вошли в цель. То есть у меня было 4 попадания. Ну какой дамаг? По 400 дамаг за выстрел. Хороший закадровый голос, подготовленный заранее текст, неплохое графическое оформление. В общем, все, что нужно качественному гайду. Не хватает разве что краткого финального вывода об этой машине. И потому исполнение 9 из 10. Содержание 9 из 10. И радость артоводов от того, что по САУ тоже делают гайды 10 из 10. В прошлом выпуске мы начали рассказывать о том, как монтировать видео. И сегодня мы продолжим эту полезную традицию. Всем привет. В прошлый раз мы научились стыковать друг с другом планы. А сегодня поговорим о том, как из правильно смонтированных планов сделать понятный зрителю ролик. Итак, основные виды монтажа. Последовательный монтаж. Такой монтаж очень просто и интуитивно понятен. Все сцены, показывающие развитие событий, располагаются друг за другом в хронологическом порядке. Например, ваш танк гуляет в лесу, ездит, ломает деревья и хорошо себя чувствует. Но вдруг появляется противник и начинается бой. Все события развиваются последовательно. Если бой затянулся, а вы не хотите его показывать целиком, то неинтересную часть можно опустить, а стык выделить поясняющими средствами. Эффектами, поясняющими титрами, затемнением в конце предыдущей сцены и выходом из него в начале следующего кадра. Параллельный монтаж. Он используется, когда нужно связать между собой события, которые происходят одновременно в разных местах. Вспомним пример из последовательного монтажа. Мы показывали танк, который гуляет в лесу. А теперь добавим еще и второго героя, который точно так же гуляет с другой стороны леса, и перемешаем планы с их участием. Получим в два раза больше информации в одно и то же время. То есть узнаем, что в лесу гулял не только наш герой, но и его враг. Строящийся монтаж. Специально подобранным чередованием одних и тех же планов можно создать у зрителя нужное восприятие сюжета. Вернемся к нашим героям. Рассмотрим четыре плана. Танк стоит у воды, опустив башню. Наш герой и его друг едут по дороге. Враги едут толпой. Танковый бой. При последовательности кадров 1, 2, 3, 4 мы понимаем, что товарищи встретились и поехали на бой. Но при этом мы не знаем, как бой закончится. Если поменять последовательность на 3, 2, 4, 1 мы подумаем, что друга нашего героя уничтожили. Когда монтируете, думайте о том, что вы хотите донести до зрителей и поймет ли он вашу мысль. Остыковать кадры нужно по тем принципам, о которых вы узнали из прошлой передачи. На этом у меня все. Пока. На сегодня это все. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и обязательно присылайте видеоролики в специальную тему на форуме. Ссылка внизу. А теперь, как я и обещал, время ритмов войны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»